На церемонии открытия выставки автор Юлия Мацкевич призналась, ей тяжело дается говорить. За 10 лет творчества фотохудожница привыкла свои мысли выражать с помощью работ, а потому очень надеется, что у посетителей экспозиции получится наладить свой диалог с фотографиями. Получится увидеть чешскую столицу в новом свете, где-то может быть удивиться, а где-то восхититься ей. Понимаете, этот город, эти улицы, эти дома, я прониклась вообще к этой истории, прониклась к тем мыслям наших соотечественников, которые там жили, творили. Я где-то поняла, почему там так все прекрасно у них получалось, и они вдохновлялись. Ну, там каждый камушек поет себе какую-то оду на каком-то своем языке и безгранично вдохновляет, и это дорогого стоит. Более 40 работ, каждая не просто кадр, это отдельная история, созданная не летом прошлого года. Серия посвящена белорусам, которые жили или трудились в Праге. На фотокарточках места, к которым прикасались выдающиеся люди. Кроме того, в чешской столице есть более 20 исторических мест, связанных с событиями, объединяющими белорусов и чехов еще со времен ВКЛ. Не стоит забывать свою собственную историю, и нельзя забывать тех людей, которые эту историю делали. И для меня, как для фотографа, художника, я понимаю, что я на правильном пути, потому что вся моя деятельность связана с историей про белорусов. Потому что вот уже 10 лет я говорю своими глазами о белорусах, которые меняют жизнь нашей страны, нашей культуры в лучшую сторону. Выставка «Белорусская Прага» – проект, созданный при поддержке посольства Чехии в Белоруссии. Посвящен он 500-летию издания «Франциском Скориной» первой печатной белорусской книги «Псалтырь». Экспозиция уже была представлена в Минске и в Витебске. В Бресте она задержится до 3 сентября, а затем продолжит свой тур по городам Белоруссии.